Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня у нас на распаковке очень недорогой, можно сказать, дешевый дальномер на каждый день. Называется это дальномер Ломвум, он считает расстояние до 40 метров. Пришел в такой упаковке, пришел быстро, где-то в районе 11 дней. Так, давайте вскроем, посмотрим поближе. Упакован очень хорошо, пришел в такой коробочке, тем не менее, коробка все равно немножко помялась, но не думаю, что это как-то сказалось на работе прибора. На коробке есть краткие инструкции, но они на китайском языке, но судя по картинкам понятно, что два пузырьковых уровня на корпусе, двух батареек работает, погрешность 1 миллиметр и есть функции вычисления по пифагору. Также на коробке еще есть градация дальномеров, их всего 6 штук в таком дизайне представлено, это на 40, 50, 60, 80, 100 и 120 метров. Да, друзья, дальномер стоит на сегодня 17 долларов, это чуть больше 1000 рублей, то есть за такой функционал до 40 метров я считаю, что цена это более чем приемлемая. Ну давайте откроем, посмотрим поближе. Да, кстати ссылку на официального продавца оставлю под видео, то есть в коробочке сам дальномер в пакете выглядит вот таким образом. Есть краткая красочная инструкция, также чехольчик идет на ремень, ремешок на руку для дальномера и даже есть отражательная мишенька с глянцевой стороной и матовой. Мишенька эта нужна, в принципе, когда у вас нет препятствий, докуда измерять расстояние, можете сделать замер на нее. Также предназначение глянцевой и матовой стороны это для работы при ярком солнечном освещении, вообще предполагается, что на матовую сторону делаются более короткие замеры до 20 метров в верхую солнечную погоду, а на глянцевую сторону делаются замеры до 40 метров и выше, ну в данном случае до 40 метров. Конечно же в солнечную погоду на таком расстоянии вы все равно не увидите точку, куда направляетесь, поэтому в принципе предназначение ее лично для меня сомнительно. Для работы на улице надо покупать дальномер либо с оптическим, либо с цифровым визером, видоискателем, ну со встроенной камерой. Как допустим дальномер SM2 120, на которой я делал уже обзор, который можете посмотреть перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Вот в такой комплектации, друзья, приходит дальномер, да кстати хочу сказать по инструкции, инструкция вот такая кратенькая и уже в инструкции погрешность указана плюс-минус полтора миллиметра, то есть на коробке указан 1 миллиметр, в инструкции полтора миллиметра, но будем основываться тогда на инструкцию. Также расписаны возможные ошибки при вычислениях и что с ними сделать, если вы увидели такую ошибку на экране. Но опять же все на английском языке и показано схематично, что он умеет. Вычисление недоступной высоты с помощью двух измерений, вычисление недоступной высоты с помощью трех измерений и есть даже функция минимум-максимум, очень удобная штука. Но сейчас мы конечно все это разберем поподробнее, разберем каждую клавишу, посмотрим что он может, что умеет и конечно же протестируем его на заявленную точность. Сам дальномер довольно качественно сделан, все аккуратно, по кругу идет ободок из резины, резина такая довольно твердая, похоже больше на пластик, но тем не менее это резина. Батарейный отсек сделан неплохо, две мизинчиковые батарейки, ну то есть друзья за 1000 рублей на каждый день для быстрого подсчета объема работы отличный вариант. Кнопки резиновые, приятно нажимаются, есть два уровня для быстрой прикидки положения. Чехол который идет в комплекте также сшит качественно, ничего лишнего не торчит, закрывается на липку, имеет дополнительный кармашек, в общем нормальный чехольчик. Так, ну давайте вставим батарейки и пробежимся по его функционалу, разберем каждую кнопку и посмотрим как быстро он считает. Так, ну поехали, при удержании клавиши Miss включается дальномер и сразу загорается дисплей, то есть при следующем нажатии уже включается лазер и происходит расчет. Считает дальномер очень быстро, экран получается четырехстрочный у нас, клавиша Client Off скидывает соответственно результаты все поочередно. Клавиша чуть ниже, это минимум-максимум, когда вы включаете, то на экране отображается максимальное и минимальное расстояние. То есть предназначено специально для сканирования какого-то участка, к примеру надо измерить диагональ из угла в угол, рука физиологически будет трястись и сложно будет навестись непосредственно на угол. То есть вы вводите дальномер, точкой вводите этот угол, как бы сканируйте и он считает постоянно вам и потом в нейтральном месте просто делайте замер и сверху будет выводиться вот минимальное значение и максимальное значение. Это результат последнего измерения, то есть если вам нужен угол, то соответственно вот самое максимальное расстояние это будет 4 метра. То же самое если вам нужно будет найти перпендикуляр, вы также сканируете то место, где проходит перпендикуляр и делайте замер в нейтральном месте, то есть минимальное значение соответственно 270 это будет перпендикуляр отличная функция и кстати в дешевых дальномерах довольно редко встречается обычно там просто функция трекинга непрерывного измерения то есть вы вводите дальномер и он постоянно считает но это совершенно другая функция чуть ниже клавиша это кнопка памяти на последнее 20 измерений клей но как всегда стирать либо если удерживать кнопку то дальномер выключится вот эта клавиша с квадратиками это функциональная клавиша то есть при ее нажатии вызываются функции вычисления площади все интерактивно на экране показывает следующее нажатие вычисления объема следующие нажатия вычисления недоступной высоты с одной точки ну допустим вам надо узнать высоту столба примеру вы делаете с одной точки замер верхнюю сторону и с этой же точке нижнюю часть высота столба у вас в итоговой строке вычисляется это промежуточные значения Следующее нажатие то же самое вычисление недоступной высоты только уже при помощи трех замеров То есть вы сначала делаете замер в верхнюю точку Потом делаете замер максимально перпендикулярно Вот здесь кстати при этой функции нам поможет встроенный пузырьковый уровень Делайте замер перпендикуляра и делайте замер в самой нижней точке В итоговой строке у вас выведется высота вот этого расстояния Это все промежуточное вычисление И все, на этой клавише 4 таких функции завязаны Вот эта клавиша соответственно переключает точку отчета По умолчанию она стоит от конца дальномера Если ее нажать то вот здесь изменится значок и дальномер уже начнет считать от своего начала Сложение и вычитание кнопка Да кстати друзья что примечательно на этом дальномере Помимо того что он может складывать площадь с площадью, объем с объемом И также вычитать друг из друга Еще интересно то что при подсчете площади Допустим возьмем любую произвольную площадь Выдается еще промежуточное значение В данном случае 12 770 Это периметр помещения На самом деле такой расклад очень редко встречается И только у дорогих дальномеров Очень удобная штука на самом деле То есть помимо площади вы еще и знаете периметр помещения сразу же И соответственно площадь метр квадрат Очень интересно за такие деньги Ну честно говоря очень полезная функция И клавиша UNIT это смена единиц измерения Метры, фут и дюйм Удерживайте ее и единица измерения будет меняться Так друзья предлагаю провести тест на точность Тест на стабильность замеров И посмотреть с какого минимального расстояния он вычисляет На другой стороне дальномера указано Что дальномер считает от 20 сантиметров до 40 метров Да кстати друзья на обороте дальномера указана погрешность Плюс-минус 2 миллиметра То есть везде разная информация На коробке 1 миллиметр В инструкции полтора На самом дальномере плюс-минус 2 миллиметра Ну посмотрим при тесте на небольших расстояниях Какая у него точность в принципе погрешность все равно будет увеличиваться С увеличением расстояния Так что имейте ввиду И это у любого дальномера с увеличением расстояния Погрешность увеличивается В этом ничего страшного нету Потому что лазерное пятно само по себе так же увеличивается И соответственно так же меняется точность Да кстати модель называется ЛВ40 Так друзья предлагаю замерить точность На разных расстояниях Давайте начнем с небольшого с 30 сантиметров Будем мерить от задней кромки и от передней кромки Ставить буду непосредственно рулетку на 30 сантиметров примерно вот так. 0,002. Давайте посмотрим с передней стороны. 0,001. Но это я видимо тут чуть ближе установил, погрешность все равно есть непосредственно человеческий фактор. Давайте посмотрим на 50 сантиметрах, на метре и 4 метрах посмотрим. Так вот давайте смотрим на 50 сантиметрах. Сначала с передней кромки смотрим, также 0,002. Смотрим с задней кромки С задней кромки получилось ровно 50 сантиметров, давайте посмотрим на одном метре. Так, смотрим от задней кромки, вот у нас один метр, одна тысячная погрешность, от передней кромки тоже одна тысячная. Ну я думаю это такая маленькая погрешность, это от того что я поворачиваю дальномер плюс сама лента стоит возможно чуть-чуть некорректно. Давайте возьмем какое-нибудь кривое число, к примеру 1,475. Так, смотрим сначала передней кромки 1,475, вот опять две тысячных погрешность. Давайте посмотрим еще от задней кромки, так же две тысячных погрешность давайте посмотрим на четырех метрах. Так, сейчас вот стоит у нас задняя кромка давайте от задней померяем. Ну опять две тысячных вылезает и померяем давайте от передней кромки, тоже 2000. В общем, друзья, по точности на небольшие расстояния дальномер абсолютно точен, не могу сказать, что это какая-то погрешность, это больше похоже на человеческий фактор. Думаю до 40 метров это не такое большое расстояние, большой погрешности на самом максимальном даже рубеже 40 метров, большой погрешности вы не словите, максимум действительно пару миллиметров. Так, давайте сейчас проведем тест на стабильность замеров, просто будем делать несколько замеров из одной точки, не передвигая дальномер, замеры должны быть одинаковые, 3693, 3693, 3693, 3693 и давайте еще раз пятый замер, 3693. Ну, друзья, на удивление, замеры очень стабильные, даже у более дорогих моделей иногда тысячная все-таки прыгает плюс-минус туда-сюда. У этого дальномера ламвум очень стабильные замеры. Да, друзья, давайте еще посмотрим, помните, я говорил ранее, что здесь указано, что он считает от 20 сантиметров, но почему-то мне кажется, что это расстояние намного меньше, давайте проверим. Так, друзья, вот от верхней кромки у нас 20 сантиметров, точно настраиваться не буду, потому что это в принципе сейчас ни к чему. Так, вот 19 сантиметров, уже меньше, давайте посмотрим, 15, вот пожалуйста, 14 сантиметров, давайте посмотрим еще меньше, то есть и 10 сантиметров берет и посмотрим на 5 сантиметрах, даже меньше 5 берет, но я думаю, что на 4 он уже выдаст ошибку. Да, то есть он считает от 5 сантиметров и до 40 метров, то есть информация указана немножко неправильно. В общем, друзья, отличный дальномер, потраченных денег абсолютно не жалко, всего 1000 рублей, такой функционал отличный, я считаю, что очень достойный вариант, поэтому переходите по ссылке под видео, смело заказывайте, не пожалеете. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, в следующем видео будет также недорогой дальномер, только от фирмы Miles A, там новая версия, появилась тоже до 40 метров, интересный прибор, сделан уже более профессионально, но стоит в два раза дороже, в районе 2000 рублей. Посмотрим, потестируем, я думаю, тоже очень классный дальномер. Друзья, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok